Сустреча с делегациями городов-побратимов в программе «Святкование дня города» мероприятие практически традиционное. Сегодня Гомель имеет партнерскую совесть с 28 городами, причем два погоднения с российским Магнитогорским и китайским Харбином, заключенные в этом году. Экономика Гомеля заявляется экспортно-ориентованной и международное сопрационничество имеет для города великое значение, а тому и поступовое вертание местовых предприятий на внешние рынки, которые означаются в оплошные месяцы, необходимо лечить становочные заявы. Зараз продукция поставляется в 53 краины, причем сёлита партнерами гомельчан у першиню стали Австралия, Юинея, Гонконг, Камбоджа и Тайвань. Значное сподевание на сопротивление с городами-побратимами. У приватности, пешим выником подписанного сёлита погоднения с Харбином, стане у дел гомельских предприемств, у международного гандлёва промыслового кермаши, экипочница у Китая, в раз в месяц. Побратимские отношения, они несут, как правило, и большую экономическую составляющую. Вот если, например, взять товарооборот, внешнеторговый товарооборот Гомеля с Российской Федерации, то на долю регионов-побратимов приходится около 60% этого товарооборота. С Украиной более 50%. То есть вот это реальное подтверждение моих слов. Организаторы кажут, что сдевить гомельчан складано, а лепо спробовать можно. С гэтой нагоды у святочную программу унесли коляста разностаенных мероприемств, но языки храней у городе не проводились. Проект у першыню у Гомеля. Обусим, где город можно назвать першепроходцем. Першая на территории сучасной Беларуси ланкастерская школа, у якой старейшая учили балочих. Перший банк, перший цирк, першая винокурня, перший пароход, першая дитячая чагунка, лялечный театр и навык футбольный матч. Плюс першая гомельская военно-амбудировочная фабрика. Ее створили в 1919-м с женщин Гомеля и Новоколи. Зараз гэта суцветная вядомая фабрика Каминтерн. Гомельчане увогули за счет и мкнулися быть законодавцами моды во всех сферах. На початку минулого 100-го года я навык знакомитых цирольников с Францией запрашали. Почас святковатня Дня Города об этом узгадали так само. Они получили французские парикмахеры, которых русская знать выписывала из Парижа. Они приезжали, устраивали богатые салоны, они были украшены очень дорогой мебелью. У них были красивые зеркала, очень много парфюмерии, но это могли себе позволить только богатые люди. Фестиваль национальных культур. Проект Экикер стоит с особливой популярностью. На протягу некоторых сотни метров белорусская, русская, азербайджанская, туркменская и еврейская кухни. Тут же знаёмство культуры белорусских цыган. Их танцы никого не покидают обаяковым. Плюс показальные выступления казаков с шашками и нагайками. Гомельская казацкая округа была створена напроконцы 90-х. Зараз организация наличивает больше 300 человек. Основная задача – культурная и выховавчая работа. У нас есть ансамбль, называется «Гуляй, казак». Ну и казаки сами по себе. Вот сегодня ансамбль в Минске, а мы здесь в Гомеле, все казаки собрались. И каждый казак может что-то показать в своей удали. Кто-то шашкой, кто-то нагайкой, кто-то песню спеть, кто-то станцевать. Про то, и что подчас циткования Дня города отбудется презентация телеканала «Беларусь-4 Гомель» Организаторы объяснили загадя. Теперь у оригинальных журналистов заявляется макчимость рассказать обо всех боках «Життя Гомельщины». Ранели, а это просто не хапало эфирного часу. С дымки новых программ начались, и уже в этом месяце их убачить телеглядачи. Надеемся, он соберет максимальную аудиторию, так как на канале будет представлено большое количество тематических программ, касающихся жизни именно региона. Как найти канал? Канал будет доступен в цифровых пакетах и у кабельных операторов. А старт вещания назначен на третью-четвертую неделю сентября.